Команда КВН Бостон Мы набаливаем вас! Всем привет! Мы обычные девчонки со шлисового Ну, шлисовое, это там где лес, потом мост, потом железная дорога И вот он как на ладони Ну там еще после десяти купить можно А еще, например, слово «хмырь» — это обращение. Кто-то сказал «хмырь». Тут надо объяснять. Это Макар, и он скоро уходит в армию. Это чистая правда. Ну что, Макар, готов к армии? Конечно, готов. Я выучил все неуставные звания. Вот когда присягу там буду духом, через сто дней слоном, окончу и деда. Ну что, Кристин, будешь меня ждать? Не, я с дедом встречаться не буду. Ребята, где Серега? Да, ребят, пока. Конечно, в Питере все увидимся, но... Серега, ты че так вырядился? Выпускные давно отгуляли. Слабаки, я только вчера домой вернулся. Ты достал. Ладно, если серьезно, я хочу стать мэром шлюзового района. Но вы же объяснили, что это. Ну, понимаете, это как Тольяттинская нарния. Место магическое, но мало кто там бывает. У тебя даже программа есть? Конечно, есть программа. Сделаем из гетто конфету. А деньги ты где возьмешь? Ну, ты меня в одиннадцатом классе в столовке видела? Нет. Ну, так... Серега, че за бред? Бред? Ты еще наши с Макаром шутки не видела. Че, Макар, ЕГЭ-то сдал? Очень смешно. Слушай, а посылку в армию тебе че положить? Военник положить. Прекратите. Ну да, в принципе, темп задали. Теперь к миниатюрам. Поехали! Всем привет! Я Кристина, и я очень люблю готовить. А еще я семь лет занималась каратэ. Короче, если че, могу с вертуханов щи дать. А сейчас представьтесь, лучше найдем не рыбалка. Ну, вот, идешь, и когда поплаву, Макар, сынок, что ж я матери тебе скажу? Короче, я прихожу, она спрашивает, а где наш сын? Я говорю, а где дочь? Ну, у нас вообще-то нет дочери. Ну, нет дочери, нет и сына. Нет, фигня какая-то. Я прихожу, она говорит, а где дочь? А я не пил сегодня. Не, на рыбалке был, не поверен. И она говорит, где наш сын? Че ты заладил? Сын, сын, смотри, какую рыбу. Я поймал. Михалыч, Михалыч, ты как туда попал? Зинки передать, чтоб не ждала? Ты куда попал? Ты мне пятихатку должен, Михалыч. Пап, пап, я погрелся. Ты где был, йокарный баба? Я чуть кони не двинул. Ну, я там в палатке чаек из термоса попил. Из термоса? Ну, хоть нет меня перегаром, пап. Матери сам объяснять будешь. Ну, пап. Сам объясни. Я огонь не хватает, чтоб не ждал. А сейчас представьте, что было бы, если бы чиновники вели себя как дети в кабинете президента. Ну, что он натворил? Да вот, взятку взял. Да не брал я ничего, я просто рядом стоял, когда они взяли, там так и лежат. Ага, рядом стоял. А если все поспать решат на заседании, ты рядом ляжешь? Да они прямо на заседании спят всегда. Я один работаю, как дурак. Ага, работает он. Ты поправки новые принял? Да ну мне задавали ничего, я заседание последнее, мы держался вообще. Все, месяц будешь ездить на машине без мигалок. В смысле без мигалок? Так, что он взял? Вот, взятку взял. Взятку взял? Так, бери всю пачку. Тупо! Бери всю пачку! Итак. Ребят, ребят, мне тут подписи нужны срочно, подпишите, пожалуйста. Да, все, спасибо. Серега, Серега, я еще не подписал, там же для выборов как можно больше надо. Это для банка, поручитель. Ты офигел что ли, а? А вы замечали, что сейчас шпана вообще не по масте живет? Ладно, Фуфил, не по теме, давайте к нашей шняге. А над созданием шизового работала целая креативная группа. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну все же подумали то, что именно такие люди придумали шизовое. Так, я предлагаю строить вон в той яме. А дома поставим прямо около железной дороги, чтобы проснулся, понял, что яме живешь. Раз и уехал. Да, чтобы люди были максимально заняты, поставим минимум развлекательных центров. Да вообще их, да зону туда поставим. А еще воинскую часть, ну чтобы выбор был у людей. Ну да, да. Так, а это что? Как что? Это проект пляжа до шлюзового. Поставим вот такие бетонные берега все в водоросли. А людям спускаться как? Да никак в этом эфишке, что там власть? А район как назовем? Может, очень-очень старый город? Может, не до Комсомольска? Да нет, давайте рассуждать логически. Там есть шлюза, и зарплаты такие маленькие, что люди воют. Так и появился шлюзовой. Знаете, для нас поездка сюда — это как выбраться в новый свет. Но просто мы из леса выезжаем, арахол сразу виднеется. А вообще, шлюзовой строили питерские зодчи. Поэтому старая его часть словно маленькие пиццы. Так, стойте. А если ГЭС строили зэки, то она маленькая зо? Команда КВН Бостон. Спасибо.